Вот такое прекрасное вкусное блюдо подаем. Все ваши гости будут рады. Приятного вам аппетита! Добрый день! Сегодня с вами будем готовить зимний обед или ужин. В принципе, это ужин, так как нужно чуть-чуть больше времени для приготовления. Это французское блюдо называется pot-au-feu. Или, это можно сказать попроще, наваристый суп с овощами и с вкусным мягким мясом. Мягкое мясо, оно варилось часами и стало мягкое, вкусное и сочное, пропитано специями. Готовь вместе! Смотрим, какие ингредиенты нам нужны. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И я буду рада, это помогает каналу продвигаться. И мне приятно. Вижу лайки, значит, вам нравятся мои блюда. Это французское блюдо, оно всю зиму на столах у французов. Они обожают это pot-au-feu. Готовят очень часто, так как есть много овощей и мяса, вкусное мясо. Это блюдо, в принципе, готовится очень быстро. Над ним не стоите, не мучайтесь. Это как холодец. Забросили всё и делайте, что вам нужно. Убирайте, играйте с детьми. А всё готовится без вас почти. Только иногда посматривайте, если овощи будут готовы. Для нашего рецепта вам понадобится хороший кусочек такой мяса, говядины. В принципе, французы готовят всегда с такими большими кусками мяса. Вон, смотрите, какой он толстенький, хороший кусок мяса. Но я, как я люблю тоже вот такую нашу вкуснятину, свининку. Я взяла вот рульку. Или вы берёте два таких больших кусочка, чтобы делать по-французски. Выбирайте. Берём капусту. В принципе, французы готовят зелёные капусты, если вы знаете такую. Я покажу фотографию здесь, ставлю. Но я предпочитаю с нашей вкусненькой капустой. Зелёная капуста, она такой очень сильный вкус, такой очень наваристый. Мне не очень нравится. Мой муж предпочитает, но я вот предпочитаю эту капусту. Нам нужно морковки, чесночок. Нужно три стебелька лук-порей. У меня вот мороженый лук-порей. Вы берёте свежий или мороженый. Какой вы найдёте? Если нет, готовьте без. Можно положить любые овощи, которые у вас есть. Нам нужна будет ещё картошечка, лук, приправы. У меня два листика лаврового свежего. Тимьян свежий или сухой. Берёте столовую ложку тимьяна и розмарина. Столовую ложку где-то или чуть меньше розмарина. Это придаст вкус мясу и всем овощам. Соль, перец, гвоздичку. Нужно где-то 3-4 гвоздички. Кориандр несколько штучек, может 5. И где-то пол чайной ложки горошка чёрного, целого. Всё, начинаем готовить. И нам нужно будет горчички. Но потом, когда уже будем насыпать нашу тарелочку. Я буду готовить в мультиварке мясо. Вложу мои куски мяса. Мои специи все. И лук мы накалываем вот так нашей гвоздичкой. Уф, у меня она ломается. Ох, трудновато наколоть. Ложим лук с гвоздичкой сюда. Посыпаем зернышек вот так где-то. Чайную ложечку чуть-чуть кориандра. И чайную ложечку где-то чёрного перца. Солим. Две столовых ложки соли. Две столовых ложки соли. И заливаем всё это водичкой. И будем варить. Заливаем всё водой, чтобы было хорошо покрыто. Положу два зубчика чеснока. И всё ставим варить. Такая скороварка. В ней мясо и всё остальное варится очень быстро. В принципе, нужно часа два, чтобы сварить такое вкусное мясо. Здесь минут за 30-40 оно уже готово. Это блюдо, можно сказать, это французский борщ. Так как французы борщ, суп, у них нет привычки кушать. Они кушают редко суп. Зимой они кушают чаще, но летом они почти не кушают супы. Тёплые супы они не кушают. И даже зимой это не все семьи готовят супы тёплые. Часто они готовят суп-пюре. Это легко, всё забросили туда. Миксером перемололи, вот их суп. И такой суп пот-у-фюр, это как с наших стран борщ. Все любим борщ, и у них все любят это пот-у-фюр. Это получается вкусные овощи. Кто не любит овощи, здесь все съедят овощи. Потому что в этом соусе, так сказать, в бульоне, насыщенный мясом и разными специями в бульон, получается очень вкусно. Пробуйте, вы будете его готовить часто. Я вынесла мою кастрюльку, так как она шипит очень сильно и даёт большой пар. А, нужно её поменять. Вот. Даёт большой пар в сад. Так готовится тихо, никто не слышит, и никому она не мешает. И потом, это скороварка, поэтому она шумит так сильно. У кого есть скороварка, все знают, как она готовится. Если у вас нету сада, вынести, закройте кухню, и будет легче тоже. Не будет так сильно шуметь. У нас вот цветут ещё такие цветочки. Вот она закипела, начинает шипеть, как я говорю. У моего мужа вот такое хобби. У него цветочки он обожает. Это называется роза дезерта. Я вам вставлю фотографию, когда она цветёт. Он сейчас их пересаживает. И корни вот такие он их высовывает, чтобы они были красивые и наполненные. Вот такая красота будет. Это его хобби. Это мой борщ. Мой борщ. У каждого свой борщ. Вот такие корни получаются красивые. Вот у нас есть другие. Он их вынес. Сейчас тепло, а ночью он их заносит на веранду. Какая красота. Я вам вставлю здесь фотографии, когда они цветут. Они сейчас не цветут. Мы их привезли с Таиланда. И у меня муж обожает цветы. У нас всегда много цветов. Летом. Сейчас уже осень. Всё почти отцвело. Но летом у нас всё-всё цветёт. Если у вас нету скороварки, готовьте мясо сразу. Готовьте 2 часа мяса. И потом только доложите все овощи. Я целыми овощами всё почищу. И целыми кусками картошку, морковку, вы всё увидите. Положу и буду варить ещё час с овощами. Если без скороварки, готовится всё это часами. Конечно, если у вас мясо, курица. Курица готовится намного... Можно это приготовить с курицей. С мясом, которое быстро варится. И это будет намного быстрее. Всё можно положить вместе. И курицу, и овощи. И варить только час. Это вам облегчит работу. Если вы любите с курицей, приготовьте с курицей. Вот такой наваристый супчик у меня получается. Сейчас я буду добавлять все мои овощи. Ложим сейчас все овощи туда. Целые. Всё ложим. Я нарезала капусту вот так, большими кусочками. Морковку, картошку я только почистила. И всё ложу целыми кусочками. Ложим сюда морковочку. Всю целую, да? Всё будет у нас целыми кусочками. Картошечку. И наш пуару по-французски. Или лук-порейка по-русски. Вот так всё выкладываем. И сверху добавляем нашу капусточку. Оно сварится, всё утрамбуется чуть-чуть. И сверху я ложу вот так мою капусточку. И всё будет очень вкусно. Я уже попробовала бульончик. Ой, объедение. Вы пробуйте тоже, если нужно добавить. Соли или специи добавляйте. Всё нужно делать по вкусу. И сейчас я готовлю ещё. Я отварила мясо 40 минут. Мясо мягкое. Ещё сейчас отварю минут 20. Всё будет готово. Вот так всё сервируем. И подаём всё на стол. И каждый берёт кусочек, который он любит. Можно сервировать отдельно каждому. Бульончик подаётся отдельно. И каждый досыпает бульончик сколько ему нужно. Вот так это подаётся всё индивидуально. Каждому большой кусочек картошечки, морковочки. Всё вот так поливается нашим бульончиком. И приятного вам аппетита. И каждый доложит потом всё, что хочет больше. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи на моём канале. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»